С каждым годом бьюти-индустрия развивается все больше и больше. Каждый день сотрудниками лабораторной бьюти-индустрии тестируются разные составы, технологами отливаются разные формулы флаконов, а огромные отделы и команды маркетологов придумывают новые инфоповоды и стратегии, как продавать косметику. И, казалось бы, переполненный бьюти-рынок уже просто не выдерживает всех этих косметических историй. Однако каждый год выходит огромное количество как новых брендов, так и новых продуктов у уже узнаваемых косметических фирм. Недавно, когда я делала заказ из магазина косметики, я провела там несколько часов. Я просто потерялась во всей этой куче всего и уже 10 раз успела забыть, зачем я вообще туда зашла. И знаете, я обратила внимание на то, что косметики очень много, и на то, почему я как покупатель должна делать выбор в сторону помады за 4 или 5 тысяч рублей, когда вполне себе продается помада до 1000 или даже еще дешевле. Поэтому я сделала огромный заказ. Конечно же, в том числе, хиты с Вайлдберрис. Только за одну люкс-косметику из яблок, вот за это количество косметики, я отдала 40 898. Но это при условии, что у меня максимальная скидка в 25%. Собственно, вот скидка. Это я еще умудрилась сэкономить, потому что какие-то продукты уже купила заранее. Но люкс это, правда, очень дорого. А правда ли цена на такую дорогую косметику? Разбираемся вместе. Кстати говоря, как вы думаете, макияж какой косметикой у меня получится лучше? На этом моменте можно стопнуть видео и проверить свою интуицию, потому что результат вас шокирует. Вообще, на самом деле, перед тем, как мы начнем делать максимальный разбор всей косметики и находить те самые истинные причины, почему что-то стоит очень дорого, а почему-то что-то стоит приемлемо, я бы хотела сказать о том, что я честно не объективна в этом вопросе. По одной простой причине. Потому что я, будучи бьюти-блогером, который уже 7 или 8 лет, я даже уже запуталась, снимает очень огромное количество видео про косметику. За все эти годы у меня никогда не было такого продукта, которого я покупала за оверпрайс, даже от какого-то лютого крутого бренда, и который бы мне понравился больше, чем какой-то продукт, который стоит бюджетно. И здесь основной тейк, который я хочу выдвинуть, это то, что когда ты покупаешь все-таки косметику, ну типа за 10-15 тысяч, и эта косметика действительно, в общем-то, не имеет каких-то мега-разительных отличий от косметики, которая стоит 1000 или 2000, да, если мы говорим про уход. Для меня все это очень спорно, и я правда не понимаю. Поэтому давайте сегодня разберемся вместе. Ах да, как видите, на мне уже есть макияж, и перед тем, как начать сравнение декоративной косметики, я предлагаю сравнить уходовую. Меня зовут Ава Мелисса, и мы готовы к этому разговору. Ах да, лайк, подписка. Гидрофильное масло. В качестве дорогого будет Шоу Емура в коллаборации с Sailor Moon. Оно стоит у меня еще со времен обзора косметики на Sailor, но я так его и не открывала. И это самая дорогая гидрофилка из тех, что у меня вообще когда-либо были. Да, ребят, цена на гидрофильное масло Sailor Moon, оно реально, ну, даже не знаю, что сказать, я запнулась трэш. А бюджетное масло я выбирала на Wildberries, просто по принципу самое популярное с главной страницы. И это такое масло от Mixit. И оно с каким-то невероятным количеством хвалебных отзывов. Если изучить упаковку, тут написано, что средство близко к естественному пиашу кожи, поэтому оно не нарушает гидролипидный баланс. Пока что я чувствую, что очень насыщенный запах манго. Продукт очень хорошо смылся, не оставил практически никаких следов, тут только совсем немного туши, причем ее реально очень мало. Поэтому теперь проверяем дорогущее гидрофильное масло. А вы понимаете, оно должно быть не хуже. Нет, ну вы понимаете, Mixit и Shuya Mura. Смешно. Что могу сказать? В Mixit, ну просто попал, фу, более понятный запах. Это такое, знаете, химозное манго, фруктовый аромат. И здесь уже, конечно, какой-то очень тяжелый букет, в плане неплохой, а реально очень тяжелый составной букет. И даже не понимаю, чем пахнет, но пахнет очень вкусно. И пока что, как будто бы, кроме вот запаха, я не вижу разницы. И консистенция, наверное, вот у Shuya Mura, она более жидкая. Это уже, я думаю, вопрос скорее вкусовщины, потому что, например, это, мне прям постоянно стекает в губы, мне не очень это приятно. Обычно люди, когда умываются, правда, не рассказывают истории на камеру, но это уже совсем другая история. Я надеюсь, все понимают, что я не пытаюсь специально показать, что Mixit лучше, чем Shuya Mura. Просто вот как вышло, абсолютное базовое умывание. Мой вывод – доступность. То есть, если бы Shuya Mura не стоила столько денег, я бы еще подумала, но тут однозначно нет такой разницы, которая бы оправдала эту цену. Со стороны люкса мывалки у меня Diora стоит на 4600 рублей. Я считаю, что люкс – это просенсорику. Когда я беру продукт за кучу денег, я хочу понимать, что банально материалы более качественные, и даже в руке упаковка лежит приятнее. В сравнении с предыдущим продуктом, она прям классно, дорого лежит в руке. Вот то самое дорогое лежание в руке. Если честно, я не поняла, за что такие деньги, кроме как за упаковку, потому что я не вижу какого-то невероятного результата. Это просто хорошая умывалка, которая больше дает вайбы, нежели вао-эффекта. Я решила прочитать, что пишет производитель о продукте, и в целом даже в описании ничего интересного нам не обещают. Со стороны доступного продукта вот такая корейская пенка Silly Max. Стоит она примерно 700 рублей, и на всех маркетплейсах она или sold out, или в минимальном количестве осталась, потому что отзывы у нее просто потрясающие. На первый взгляд, разница в упаковке. Она проще, а по обмыванию ощущениям на коже я не заметила разницы. Плюс производитель акцентирует свои сильные стороны ровно так же, как и Dior их акцентирует. Это осветление, комфортный пиаж и очищение. Поэтому в этих категориях я отдаю свое предпочтение ничьей, потому что я реально не вижу разницы. Поехали дальше. Следующий этап сыворотки. Тут у меня Dior со стороны люкса за очень много денег. Выбирала его я по принципу, чтобы был узнаваемый бренд, и продукт находится в топе. Ну и естественно с отзывами. На моменте сыворотки Dior я бы хотела, чтобы вы особенно запомнили то, что продукт этот от бренда Dior. Потому что дальше случится то, чего я никак не ожидала. Со стороны бюджета у меня снова Mixit. Собственно я вбила слово сыворотка, мне выдало 80 тысяч товаров, но я решила выбрать тот, у которого будет наибольшее количество отзывов. Давайте посмотрим, что обещают производители, чтобы можно было сделать выводы, какой результат кто вообще обещает. Итак, у Mixit это увлажняющая лифтинг сыворотка с коллагеном Active Collagen Booster Serum, которая отлично справляется с задачей увлажнения, разглаживает мелкие морщинки и придает обау лица более четкие контуры. Еще они пишут, что сыворотка позволяет декоративной косметике ложиться более ровно и естественно. Вот и проверим. А заодно все-таки разберемся, почему бюджетная косметика не хуже или все-таки хуже люкса. Потому что пока у меня преимущества люкса только в упаковку и сенсорику вписываются. Эта сторона у нас будет бюджетная, эта сторона у нас будет дорогая. Даже не знаю, мне дрессовать вот эту вот прямую, чтобы вам было четко видно или нет. Ладно, нет. На другую сторону лица я буду использовать вот такой вот тональный крем от бренда Dior, который обошелся мне в 6000 рублей. Я выбрала самый светлый оттенок с розовым подтоном, который уже раскупили, потому что походу я купила последний заранее, извините. И пока буду наносить тон, расскажу вам, чем бюджетные тональники отличаются от дорогих. Первая и очевидная более дорогие тоналки создается с такой формулой, которая дает лучшую водостойкость и тон обычно дольше держится на коже. Собственно, в бюджетных используются более дешевые компоненты. И на этом моменте мне подгорело, ибо не успела я начать видео, как поняла, что мой тон, который стоил, кстати, очень много денег, просто сразу же начал окисляться на коже и желтеть. И на силе этого горения я написала гневный пост в мой телеграм-канал. И в комментариях я увидела очень много подписчиц с подобной проблемой. Парадокс, что большая часть негативного опыта была связана с люксом. И потом я увидела этот комментарий. Также покупала тональный от Dior, который теперь просто в ящике стала пылиться. Как мне объясняла их консультант Дьюти Фри. Dior, Chanel, Guerlain выпускают продукцию в Европе, которая действительно окисляется на коже и большинству европейцев после подходит. Но вот все белокожие сталкиваются с тем, что изначально оттенок подходящий, а через полчаса носки уже желтит безбожная просто отказалась от этих люксовых тональных средств в пользу корейских. Просто посмотрите, насколько тон в упаковке отличен, тон на коже. В упаковке у него розоватый цвет, на коже он почему-то уже оранжевый. Я решила изучить вопрос, который до съемки этого видео не входил в мои планы. Что такое окисление тонального крема? Это изменение цвета крема уже после его нанесения на кожу. Во флаконе косметика одного цвета, а на коже начинает темнеть. Почему же так происходит? И как это предугадать? Изучая тему желтушного тональника, я столкнулась с тем, что все советы и статьи в конце концов предлагают следующий выход. Короче, да, без шуток. Все просто предлагают выбрасывать этот тон. Ладно, я достану, я еще макияж не доделала. Кстати, я заметила, что часто дорогие тоналки имеют более жесткую структуру, не самую удобную в нанесении. Они могут как бы ощутимым слоем ложиться на кожу. И это то, что здесь сейчас происходит. Я прям чувствую, что на моей дорогой части лица много тонального крема. Хотя я наносила столько же, сколько наношу всегда. На дешевую часть моего лица, боже, мне нравится. Это так ужасно звучит. Я буду наносить тональный крем от покемона Пикачу. Если вас заинтересовал тон покемона Пикачу, у меня есть полноценный обзор на эту китайскую косметику. Это китайский бренд, он считается достаточно бюджетным в Китае и, собственно, называется он Color Key. Из того, что происходит, тут, несмотря на то, что тон китайский, вообще, блин, это коллаба с покемоном Пикачу, никакого окисления нет. Цвет ровно такой же, какой он и был в банке. Цвет очень плотный, мягко ложится и без проблем растушевывается. Кстати, смотрите, какое пятно мне оставил дорогой тон. Что ж, давайте сравним оба цвета через какое-то время. А пока поговорим про то, за что мы платим такие цены. Как вы думаете, вообще, почему какая-то косметика стоит очень дорого, а какая-то достаточно бюджетная? Вот почему? На самом деле, одна из причин очень высоких цен на люкс-косметику – это упаковка. Зачастую бренд делают ее из более дорогих, качественных, плотных материалов. Также очень часто добавляют какую-то текстуру, добавляют гравировку, чтобы буковки были объемные и всевозможное золотое или серебряное тиснение, которое тоже, на самом деле, сжирает очень сильно бюджет. Все это делается потому, что дизайн упаковки, сама вот эта вот коробка, ее тактильное ощущение, оно играет огромную роль, потому что оно продает. И, по сути, в данном продукте вы покупаете не столько сам продукт, хотя, конечно, безусловно, и у люкса случаются какие-то разрывные штуки, сколько покупаете вот этот вот вайп «Я дорого-богата лакшери». Туда же на тему упаковок все и вот этой вот потрясающей красоты. Кстати, минутка интересной информации. Сейчас с моими подписчиками я создаю косметику. Если вы не в курсе, то вы не подписаны на мой телеграм-канал, поэтому обязательно нужно подписаться, если хотите реально абсолютно неиронично участвовать в создании нашей с вами будущей косметики. Это вообще не прикол, кстати. В ближайшее время я планирую выпускать свой бренд косметики. Я к этому иду с 2019 года, и когда сейчас уже все, в принципе, готово для того, чтобы запускаться, конечно, я об этом отдельное видео запишу, где буду рассказывать вам все-все-все-все-все, я пришла к такому моменту, что я хочу делать косметику не только как хотела бы того я, а я хочу делать косметику не для себя, а для нас. Потому что именно вы, именно моя аудитория, вы очень огромная часть моей жизни. Именно благодаря вам у меня вообще появилась возможность прийти к тому, чтобы выпускать свой бренд косметики. И я не хочу сделать его очередной коммерческой историей. Я хочу сделать эту историю в первую очередь для нас с вами. Потому что остальные меня не интересуют. Меня интересуетесь только вы. Так вот, я видела, что некоторые хотят видеть в будущем бренде упаковки такого характера. Но, увы, такие упаковки просто делают стоимость продукта невероятно высокой. Поэтому в нашем случае, так как сегмент будет доступный, что тоже, кстати говоря, являлось нашим коллективным решением делать косметику, которую сможет купить каждый. В общем, вернемся к продуктам. Такие упаковки просто делают стоимость продукта невероятно высокой. Поэтому в нашем случае, так как сегмент будет доступный, приходится отказываться от таких хитрых штук. Я потратила огромное количество времени на изучение вопроса упаковки. Просто поверьте, я знаю, о чем я говорю. Вы могли видеть, например, вот такие фарфоровые или стеклянные баночки с различными украшениями. И да, они стоят безумно дорого. Они стоят сильно дороже, чем любая упаковка бюджетной косметики. И если добавлять такие яркие штуки, какие-то красивые кисточки или необычные спонжики, продукт еще больше будет прибавлять в цене. Справедливости ради, но нужно отдать должное. Сейчас производители очень часто делают такие упаковки, которые выглядят вообще не хуже, чем люкс. Но в бюджетном сегменте самое главное – это общий стиль упаковки. Ну и ожидаемая ее доступность. Сейчас у меня будет к вам вопрос. Хотя, возможно, через мой вопрос к вам я дам вам ответ на ваш вопрос, который вы мне не задавали. Во как! Обращали ли вы внимание, что иногда бывает, смотришь на какой-то бренд косметики и понимаешь, что его упаковка ровно точно такая же, вообще один в один, как упаковка какого-то другого бренда. И ты сидишь и думаешь, что это что? Плагиат? Это копирка? Почему так происходит? Как так? Как возможно, что вот у этого бренда и вот у этого бренда абсолютно одинаковые упаковки? Отвечаю, я реально разобралась в вопросе. Есть примерно тысячи упаковок, которые не являются запатентованными. Что это значит? Конечно же, в Китае приезжает огромное количество брендов. Люкс, кстати говоря, в том числе. Круфы есть, они будут в дальнейшем, когда я буду рассказывать про свой бренд косметики. Что происходит? Если у бренда нет патента на упаковку, ну, например, на вот эту, то абсолютно любой будущий бренд, даже который еще не оформился, ну, грубо говоря, мой, я могу абсолютно неиронично прийти на завод, где сделают упаковку вот такой вот Huda Beauty и сказать, я хочу такую же. И они мне сделают ровно такую же упаковку, но здесь будет мой дизайн. Поэтому, если ты берешь уже готовый шаблон, этих шаблонов просто целая куча, ты просто лепишь туда свой дизайн и экономишь. Но если ты хочешь прям что-то вообще свое, что вот только у тебя будет, у никого другого бренда не будет, то тут нужно вывалить огромную сумму денег, которую, ну, просто мало кто хочет вываливать. Если, конечно, не облагодает многомиллиардным состоянием. Но таких не очень много, даже среди косметических гигантов. Поэтому на том же Wildberries большинство брендов разливают свои крема, ну, если мы говорим про уход, в одинаковые банки. Я уверена, что кто хоть раз покупал косметику с ВБ, обращали внимание, что она как будто бы вообще из одной и той же упаковки сделана. Ну, собственно, она и сделана из одной и той же упаковки, только с разными стикерами. И ситуация такова, что выбирая по вкусу готовую упаковку, клей на нее свою наклейку, свой дизайн, ну, или создавая свое. Но там придется вложить миллионы в разработку. Такие истории. На другой стороне я буду использовать вот такую палетку от Анастасии Беверли Хиллз в выпуске, которая называется Нарвина. Если мы говорим с вами о продуктах для глаз, то зачастую в тенях используются одни и те же ингредиенты. Но, как правило, будет отличаться их качество в самом составе продукта. Также в дорогих тенях текстура может быть более гладкой, но при сравнении дешевых и дорогих теней в нанесении не всегда есть большая разница. Поэтому не всегда есть смысл переплачивать. Я начну макияж с дорогой стороны. Хоть эта палетка у меня уже достаточно давно, я ей практически не пользовалась. И она просто все это время лежала на полке. И смотрите, что я заметила. Она выгорела. Ребята, первый раз вижу, что палетка теней выгорела. Давайте начнем про пигментацию. Часто в более дорогих тенях используется больше пигмента. Но это совсем не так, что они будут супер пигментированными на коже. Но да, наличие большего количества пигмента влияет непосредственно на цену. Ну вот серьезно, ну вот просто посмотрите, я не просто так эту палетку не особо люблю. Это очень дорогая палетка. Это, по-моему, самая дорогая палетка из всех, что у меня есть. И просто, ну вот, чего это такое? Вот серьезно, это просто жуть. Оно еле-еле переносится, хотя у меня вся кисть в продукте. И когда ты делаешь вот так, то кажется, что продукт это вообще так-то дофига, потому что, ну, очень пигментированно. При этом, когда ты переносишь это на кисть, по какой-то непонятной причине, с кисти оно просто не сходит, ложится пятнами. Да, у меня нет никакой базы на глазах, но я базу вообще никогда не использую. Только доделаю прям совсем люто креативный макияж. Но сегодня это не тот день. И еще один критерий, как бы это странно не звучало для теней, это водостойкость. И обычно тени подороже, возможно, вы обращали внимание более стойкие. Как раз-таки из-за тех ингредиентов, которые внутри находятся. Но, опять же, такие вещи в целом достаточно мало кто подмечает. Этим реально очень тяжело красить глаза, потому что растушевка очень туго идет. Они даже не меловые. Кстати, к меловым текстурам у меня особо нет претензий, потому что зачастую они пигментированные. Да, они пылят, но фиг с ними. Но здесь я даже не знаю. Вроде как бы дорогая палетка, а вроде как бы, ну извините, пожалуйста. Я не могу сказать, что прям совсем мега плохо, но я не могу сказать, что это нормально или хорошо за такие деньги. Если вот палетка стоила, там, не знаю, до 2000, не вопрос. Но она стоит слишком дорого. И даже несмотря на вот это вот огромное количество цветов, Простите, пожалуйста, а зачем мне такое огромное количество цветов, если, ну, качество этих цветов вызывает вопрос. Также в дорогой косметике часто используются качественные отдушки, больше качественных ингредиентов. И поэтому шанс возникновения аллергической реакции на такую косметику меньше. Но, ребят, он никогда не равен нулем. У меня с пальцем это будет более эффективно. Да блин, да почему? Я не понимаю. Меня это прям раздражает. Я на пальцы наношу, и на пальцы класс. А потом пытаюсь перенести это просто на свои веки, и у меня даже желтый не переносится. Ну, что такое? Ну, блин, ну просто бесявая хрень. Подождите, сейчас я раздражаюсь и расскажу вам про аллергию. В общем, на тему аллергии очень многие почему-то думают, что если у него выскакивает аллергия на косметику, то это значит, что косметика априори просто отстойная. К сожалению, это не так работает за счет того, что в любой косметике, вообще в любой, хоть дорогой, хоть дешевой, много различных компонентов. Иногда просто бывает, что да, у нас случается аллергическая реакция на конкретные компоненты. Мы иногда даже не знаем, что у нас есть аллергия на какую-нибудь там, не знаю, азиатскую цинтеллу условную. Чтобы понимали степень абсурда, у меня аллергия на сиреневые тени. Как так происходит? Честно, без понятия. Первый раз я узнала о том, что у меня такая странная аллергия, когда я ехала, блин, на день рождения к тельняшке, это было еще миллион лет назад, и мне тогда пришла рассылка вместе с брендом... Сейчас, извините, мне пришла косметичная образ. Класс, курьер, короче, мне только что привез духи с Вайлдберрис по мотивам Том Форда. В отзывах пишут, что это один в один вообще Том Форд невероятный. И Том Форд у меня, конечно же, тоже стоит Лост Черри. И мне будет безумно интересно посмотреть вообще, что там как. Ладно, мы к этому еще вернемся, когда дойдем до часа с духами. Трэш. Так вот, я еду, знаешь, на день рождения к тельняшке. До этого мне присылают рассылку бренд Lime Crime. Я безумно хотела от них рассылку. Вот, получается, первую рассылку. Там был всего один продукт, потому что тогда еще не была крупным блогером, поэтому меня как-то особо не жаловали. Вот, и я наношу эти прекрасные тени, которые я очень хотела себе на глаза. А бренд дорогой, как бы качественный, все дела. И я просто еду в машине, я поняла, что на глаза начинает чесаться. Это был мой первый вообще раз, когда у меня бахнула аллергия на косметику. Я такая думаю, блин, вообще странно, почему у меня глаза чешутся? Вроде не должны. Но они чешутся и чешутся, и вообще не прекращают. И до меня доходит, что, блин, у меня, кажется, аллергия. Я просто смотрю на себя в зеркало, вот так вот в машине, и я охреневаю, потому что мне просто трындец. Так, я поняла, что аллергия может бахнуть на любую косметику. А потом, впоследствии, у меня появилась аллергия на натуральные кисти, поэтому я вообще не могу использовать любую натуральную кисть, ибо если я ее использую, особенно в районе глаз, у меня просто происходит высыпание. И я думала, что я сумасшедшая, а потом Каролина, это моя ассистентка, спрашивает у меня, хочешь прикол? Я ей говорю, что хочу. И она говорит, что мне тоже аллергия на кисти натуральные. Эта палетка получает от меня 0 баллов, и даже выгорание ее не спасает. Дешевая сторона вопроса – Colorpop. Тут у меня палетка от Colorpop за 12 долларов, ну, примерно за 1200 рублей. И да, к сожалению, сейчас ситуация такова, что 1200 рублей – это уже считается действительно бюджетной косметикой. Не считаем совсем прям косметику эконом-класса. Все ровно то же самое, даже здесь есть вот такой вот растушевочный базовый цвет. Поехали. Я думаю, тут вообще без комментариев, да, все сразу понятно становится. Я хотела передать сложность нанесения теней, как это бы делал человек, который не является визажистом, потому что визажисты свои критерии отбора. Я вижу, как обычный человек, который просто заинтересован в том, чтобы пойти купить себе косметику, как бы косметика работала в том, что эта сторона мне нравится гораздо больше, чем эта. И по цветам, и по насыщенности, и пигментам. И, конечно же, по цене. Многие думают, что в люкс-косметике супернатуральный состав, что и делает ее такой дорогой. Но в любой косметике используются различные примеси, которые помогают натуральным компонентам храниться дольше. Поэтому никакая косметика не натуральна на 100%. Простая и понятная истина. Любой косметический продукт, если он на 100% натуральный, будет храниться не более 5 дней. Следующий миф. Еще вы могли слышать, что самые дорогие компоненты находятся только в дорогой косметике. Это основа любой косметики, не только дорогой. Есть лишь одно отличие, которое отличает в этом вопросе дорогую и дешевую косметику. Это в том, что дорогая косметика, как правило, валивает огромное количество денег на то, чтобы тестировать разные всевозможные составы. Просто потому, что у них больше возможностей для того, чтобы выходить на рынок первым с каким-нибудь экстрактом черной эстровой икры. Само собой, в люксовую косметику могут добавлять черную икру и золото, и еще что-то дорогое, богатое. И скорее вот именно это добавляется, ну, понтов ради. Ладно, страшно, очень страшно на себя смотреть. Давайте возьмем тушь. У меня есть два стула. Первый это тушь от фирмы PZ. Честно говоря, я пока что не понимаю, потому что упаковка, ну, справедливости ради, вот именно сама тактильная упаковка, она прям вот совсем на самом низком уровне, я бы сказала, качества упаковки. Что ж, давайте посмотрим на нее в действии. Опять-таки, возвращаясь к вопросу, у меня очень хорошие верхние ресницы, поэтому мои верхние ресницы, вообще, мне кажется, ни одна тушь в этом мире не может сделать каким-то отстоем. А вот когда дело доходит до нижних, тут уже начинаются приключения, поэтому смотрим. Не, ну, в принципе, эта тушь, ну, как тушь, я, честно, не вижу какой-то колоссальной разницы между этим и тем, чем я обычно крашу свои ресницы. Поэтому давайте просто, прежде чем делать какие-то выводы, наглядности ради, попробуем вот эту вот тушь. Это у меня L'Oreal Panorama. Вроде тоже новинка, тоже в золотистом цвете. Не знаю, как вы, а вот мне кажется, как будто бы разницы вообще нет. Я даже не могу сказать, что эта сторона мне нравится больше, чем эта, или вот эта чем-то лучше. По-моему, ресницы как ресницы, и они абсолютно одинаковые. Пользуясь случаем, у меня возник вопрос, сколько обычно денег вы тратите на косметику. Например, за сколько рублей вы покупаете тушь? Вот какой ваш верхний предел? Для видео, для меня этот верхний предел и 20 тысяч не составляет. Если будет какая-то хайповая тушь за 50 тысяч, я ее куплю. Ну, чисто и заключительно для видео, потому что будет прикольно сделать на это обзор. Но как человек, который просто покупает косметику для себя, когда я вообще ее покупаю, мой, наверное, верхний предел это, ну, максимум, наверное, 1200. И то это прям я загнула, потому что мне было бы некомфортно покупать тушь за 1200 рублей. Дорогой продукт, это Романова мейкап. Вот такой вот скульптур в оттенке Light. Я буду первый раз сейчас его пробовать. Вообще косметики от Романова мейкап у меня практически нет. Может быть, был какой-то один продукт, но я не помню. Поэтому для меня сейчас будет прям мега новый какой-то опыт. Но вроде как все очень сильно хвалят эту продукцию, поэтому я надеюсь, что мне сейчас тоже понравится. Я тоже похвалю, потому что мне бы хотелось. Что пока я вижу? Я пока вижу очень полупрозрачное нанесение и очень хороший оттенок, который буквально цвет тени, такой легкой-легкой. Скажу, честно, продукт понравился. Говорю ему, да. С другой же стороны у меня будет вот такой вот бренд NINEL. В коллаборации с бьюти-блогером Абрамовской. Тестируем. Тоже кремовый. Ровно то же самое делаем. Ровно такая же кисть. Честно скажу, эта сторона мне тоже очень нравится. Она получается более яркая, это более натуральная. Поэтому тут скорее история о том, какой стул нравится больше. Потому что по уровню пигментации, по качеству растушевки, честно, не вижу какого-то прям, ну, мега-различия. Но скорее всего, этот вот оттенок, который используется для дорогой косметики, он более редкий, потому что в нем больше как будто бы серого пигмента. А этот же оттеночек как будто бы более базовый. А что по румянам? Та-дам! С другой стороны у меня румяна Givenchy. Справедливость ради вот такая вот пудра из этой серии. Это моя одна из самых любимых пудр вообще, которую я когда-либо пробовала. Безумно ее люблю. А вот румяна сейчас узнаем. Почему вообще румяна могут стоить дороже? Все просто. Зачастую более дорогие румяна имеют больше цветовых и необычных решений, что отражается на их формуле. И текстура чаще всего у них однородная и шелковистая, что ли. Также я заметила, что люкс румяна содержит как будто всегда немного шиммера в своем составе, даже если этот продукт позиционируется как матовый. И кажется, что как будто бы цена оправдана. Здесь пигментация мне очень нравится. Однако, если вспомнить, например, из хайпов продуктов розовый румяна Dior, у них прям совсем печальная пигментация, несмотря на очень высокую цену. И если мы говорим про такого формата продуктов, конечно, можно найти огромное количество аналогов чего-то более доступного. Теперь же будем сравнивать с румяными от Куроми. Я делала обзор на косметику Санрио в коллаборации с содой, но вот именно эти румяны я не пробовала, поэтому очень интересно посмотреть, что они из себя представляют. Есть еще один фактор, кстати, когда мы говорим про именно жидкие румяна, это время застывания продукта. И тут чаще всего более дорогие жидкие румяна застывают медленнее, что типа удобнее для растушевки. Но можно, конечно, найти и более дешевые румяна, которые на коже не быстро застывают, но это прям вот можно сказать специфика продукта. У меня все дорогие жидкие румяна реально очень долго не застывают. И меня это, если честно говоря, иногда даже побешивает, потому что я работаю быстро. Но для тех, кто любит прям долго посидеть, там идеально что-то растушевать, конечно, да, это будет огромным-огромным плюсом. На самом деле плохие бюджетные румяна с плохой пигментацией найти этот отчет челлендж, это вообще нелегко, потому что в основном их делают достойными. Ну, естественно, если не говорить про пали. У меня осталось еще только два продукта, и мы с вами погрузимся глубже. Я бы очень хотела, чтобы вы послушали то, что я расскажу вам дальше на тему пали, потому что информация очень важная. С более дорогой стороны у меня шои мора. Очень быстро застывает, очень красивый цвет, который идеально подходит под цвет моих губ. Нереально классно, там можно все растушевывать. Сейчас нанесем вторую помаду, которую я купила в Таиланде, которая при этом не стоит таких бешеных денег. Нашла, честно, даже не знаю где, в каком-то 7-11. Стоила очень дешево, и мне везумно понравилось. Ну и по цвету, смотрите, как классно тоже подобрала. По моему личному опыту, когда ты берешь более дешевую продукцию для губ, она, как бы от странно звучала, обычно более стойкая. Крайне редко можно найти слабо стойкую продукцию для губ от бюджетных брендов. Давайте просто посмотрим, что из этого переживет. Вот у меня тут джуз. С более дешевой стороны, естественно, очевка развернута. Початок оставила помада именно шоу и мора. Вот эта же помада очень быстро впиталась, и она более стойкая оказалась на губах. Пишите, какая сторона вам нравится больше. Еще я была бы вам безумно благодарна, если бы вы расписали, как вы думаете, какая сторона дешевая, а какая дорогая. Ну, если предположить, что вы, например, не знаете, где какая на самом деле. Так почему же дорогая косметика все-таки стоит так дорого? Во многом мы переплачиваем за красивую, более качественную упаковку. За бренд, к которому относится эта косметика, и просто за логотип. Еще часто люкс рекламируют селебрити А-классы, из-за чего нам кажется, что она более качественная, если ей пользуются знаменитости. На самом деле, обычная косметика далеко не всегда хуже люкса, а зачастую даже гораздо лучше. Например, у тех же Chanel и Dior тени часто не с такой хорошей пигментацией, как у многих палеток среднего сегмента. Так что при выборе продуктов стоит смотреть на состав и различные компоненты, если уж совсем вот сильно, серьезно к делу отнестись, а не на бренды на очень высокую цену. Потому что не всегда высокая цена равно высокое качество. К сожалению. Ну, а теперь давайте посмотрим на духи Tom Ford. И плавно переместимся к блоку, который называется Pile. Ну, давайте для начала распакуем то, что мне только что привез курьер с Wildberries. Упаковочка выглядит следующим образом. Достаем. О, господи. Нет, это просто страшно. Это реально очень страшно. Я не уверена, что это хорошая идея используют, ребята. Вам честно скажу. Не то, чтобы хорошая идея была отдавать вот эту хрень 40 тысяч рублей. Ой, простите, я этого не говорила. Но вот это вот вообще печально. Тут, ну, как бы тут вообще ничего нет. Здесь нет состава, здесь нет маркировки. Я абсолютно не понимаю вообще, откуда эта продукция, насколько она безопасна. Здесь нет ничего, понимаете, ничего. Это вообще в какую-то рубрику надо криминальный Wildberries снимать. Потому что, конечно, я-то ожидала, что это будет что-то странное. Но я ожидала не настолько странного. На себя не хочу. На себя не хочу. Работу бы захотелось. Но страшно. Но захотелось. Но страшно. Это копия. Один в один. По запаху. Вообще. Я вам отвечаю. Это реально один и тот же аромат. Но я абсолютно не считаю, что нужно покупать данную продукцию. Вот прям совсем. Я бы не рекомендовала, потому что я хрен знает, что это такое. Да, по запаху реально один в один. Но, ребят, тут ничего неизвестно. Что это за продукция? Кстати, вы когда-нибудь покупали паленую косметику? Если да, расскажите об этом в комментариях. Я думаю, многие из вас знают, что на маркетплейсах, иногда даже в магазинах, может попадаться паленая косметика. И очень часто делают паленую на корейскую косметику. Она закупается на рынках и абсолютно неизвестно, из чего она делается. А на упаковке, казалось бы, совершенно обычный состав. Часто подделки выглядят очень похожими на оригинал. И на первый взгляд их отличить сложно. Виктория Сикрет, филеры для волос, бомбочки. Проблема в том, что использование подделок никогда не знаешь, как повлиять на твою кожу и на твое здоровье. Реальные случаи. Я расскажу вам про двух девушек. Про двух героинь Мари Клеер, которые рассказали про свой опыт. Первая девушка, которую зовут Елена, поделилась своей несчастной историей. У нее появилось пятно на руке, на которое она начала наносить крем. Только крем этот оказался подделкой. Я в торговом центре купила крем. Да пожестче, как мне консультант посоветовала. Намазалась им и три дня ходила, обновляя. А потом начинается ад. Пятно разъело, чесаться стало в два раза сильнее и помогала только горячая вода. Я сжигала руку до состояния красного рака, только чтобы ее не расчесывать. Оказалось, что ее кожу сжег крем. И от пятна девушка избавилась только спустя полгода. Вся проблема в том, что когда мы пользуемся паленкой, это всегда лотерея. Это буквально игра в русскую рулетку, где ты никогда не знаешь о возможных последствиях. И что самое страшное, если в обычной косметике, которую ты покупаешь, неважно дорогая она или дешевая, всегда есть состав информации о продукте, и ты примерно понимаешь, чем ты можешь столкнуться, то когда ты используешь какую-то паленую косметику, где нет ничего, или где просто фейковый логотип, который переклеили отсюда сюда, ты не можешь наверняка знать, на что у тебя появилась реакция. И врачи, скорее всего, тоже не смогут. Чтобы выяснить, что с этой косметикой не так, возможно, ее придется создавать на лабораторные анализы, ждать очень много времени. И проблема в том, что это время далеко не всегда и не у всех есть. Еще одна героиня того же выпуска, Дарья, рассказала, что купила мицеллярную воду, которую она уже много раз пробовала. Только это оказалось паль. И вскоре на всем ее лице появились высыпания. И все это испортила из-за вот этого, то, что это не оригинал, это паль. Но давайте я расскажу вам третью, которая произошла с американкой. Достаточно известный в Америке случай. Американка купила паль на местном маркетплейсе, из-за чего с ее кожей случилось ужасное. Она словила абсолютно все. Аллергию, отек, сыпь и кучу других очень неприятных последствий. Жутко ужасные истории, не так ли? Но как же отличить оригинал от подделки? Когда мы говорим с вами про маркетплейс, то практически никак. Потому что даже у проверенного продавца может случиться такая история, когда вам привезут продукт. Но они от этого магазина, а от другого с аналогичным товаром. И продавец, который продает формально оригинал, может продать вам, ну как, из-за того, что на складе произошел какой-то отстой, паль. У меня так было с лаком для волос от God2B. Я, конечно, вообще не поняла тогда этого прикола, потому что я целую неделю сходила с ума из-за того, что мой любимый лак для волос изменился. И я далеко не сразу поняла, что это паль, потому что то, где я покупала, это буквально топовый продавец с огромным рейтингом. Но когда я зашла в комментарии, я поняла, что какое-то количество комментариев положительные, а какое-то количество комментариев с такими же претензиями, которые этот лак вызвал у меня. Поэтому, если вы хотите наверняка быть уверены в том, что вы покупаете не паленую косметику, нужно покупать ее у официальных поставщиков. Потому что в любой стране мира такая ситуация реальна. Также стоит смотреть на качество упаковки и печати, потому что часто на упаковках есть QR-коды или специальные опознавательные признаки, которые можно отсканировать и проверить. Из очевидного номер два обращайте внимание на цену. Если товар в этом магазине стоит гораздо дешевле, чем в других магазинах, то, скорее всего, это будет подделка. Смотрите также и на состав. На оригиналах он должен быть прописан четко и детально. Вот такие дела, вот такая история. А этот продукт я все-таки, пожалуй, выкину. Меня вообще безумно возмущают все вот эти какие-то поступки конченые, вот эти вот малолетних каких-то блогерш.